Помоги мне, Господи, я ещё живой. Вот, потому что недавно мы похоронили Ладинкова Юрия Алексеевича, который я называю современным гением. Вот, и он уходит теперь в историю предтечей. Вот, что такое предтеча? Я взял, да, и нашёл это в энциклопедии. Тот, кто своей деятельностью подготовил условия для деятельности других предшественников. Вот теперь мы и познакомимся не просто с садоводом-практиком, у которого уникальные результаты, вот, но и с предтечей, который подготовил условия для деятельности других. Ну, начну я с другого. Итак, однажды случилась сенсация. Вот, каким-то чудом у нас очень дорого это стоит, и стоит это значит печататься в зарубежных журналах. Вот, особенно это касается россиян. Вот, каким-то чудом Максима Никитина, молодого учёного, опубликовал авторитетнейший зарубежный журнал. Вот, ну, подключились. Это была сенсация, вот, учитывая то, что он открыл. Вот, подхватили журналисты, у нас появился собственный гений. Потом было какое-то время молчание, потом на руководстве страны решили, как-то их надо поддержать. Не каждый день у нас гений появляются. И сам Мишустин, премьер-министр, очень тепло отозвался. Ура! Наконец-то очень тепло отозвался о молодом учёном. Что сделал молодой учёный? Он сделал открытие. Ну, правда, открытие это уже было нами давно открыто. Вот, но надо было доказательство побольше. И он это предоставил. Здорово. Вот, и так, значит, ДНК существует, и вокруг этой ДНК, вокруг этой молекулы плавают кусочки, просто кусочки. Кто-то их называл мусором, кто-то их называл ненужным, бесполезным. Ну, вот так вот, не обращая на них внимания и не понимая их деятельности. Ну, кто-то понимал, вот он перед вами на экране. Вот, ну, какое дело до садоводов-опытника? Больше всего это явление... А, да, кстати, что подтвердил, не открыл Никитин, а подтвердил, это то, что на самом деле это не мусор, они, эти кусочки, могут встраиваться в определенных условиях молекулу, в саму ДНК, менять свойства организма. Вот. Сам Никитин, он наш человек, имеется в виду, представь себе, скрылся от людских глаз, 9 лет провел в лаборатории практически в изоляции. Вот. И если бы не публикация чудом в иностранном журнале, в авторитетном, никто бы про него не знать и знать бы не хотел. Вот. У нас всегда открытие проходит с трудом. И тогда мы сейчас с вами, это очень важный разговор, пусть длинный, но очень важный. Мы говорим с предтечей. Вот. И нам поможет вот эта уникальная переписка. И вы поймете, что перед вами настоящий гений. Один из тех, может быть, ученый Никитин, который быстро станет академиком, никогда и не знал, и не узнает про Латинкова, но мое дело, чтобы была настоящая правда, чтобы была справедливость. Когда-то выйдет на свет, высветится и поставит памятники нескольким моим друзьям, Царствия Небесная, которые создали немыслимые сорта, вот, обогнали во многих отношениях садовую науку на десятки лет, вот, и ушли. И сейчас некому даже спасти их. Сорта, сорта, образцы, формы, клоны. Вот. Я, наверное, последний еще дергаюсь, 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 дергаюсь. Но, как написала выпускница Тимирязевки, там, значит, про меня и про моих нескольких друзей, вот, Бродский, Латинков, значит, Боднер, вот, она с предрением написала, ха, известны только в узких кругах, а о них, это о нас, даже в Википедии почти ничего нет. Вот это, конечно, хвастаться тем, что в Википедии есть те, кто отстал от нас на десятки, на сотни лет, это, конечно, не совсем правильно. Итак, поехали. Вот перед вами предтеча Латинкова. Смотрите сюда. Константинович, Константинович, это я. Привет. Затеял дискуссию с Ириной Серебренниковой. Прими лично. Так, про Ирину Серебренникову я ничего не сказать не могу, ни хорошего, ни плохого. Я не знаю, кто она. Я одно знаю, что она изучена. Ну, то есть догадываюсь, потому что найти ее я не смог. Наверное, она из ученой среды. Почему? Я был в шоке, какие термины она применяет. Такое впечатление было, что она хотела Юрия Алексеевича чуть ли не унизить вот этими терминами. Там встречались многие слова, которые ни он, ни я в жизни не слышали. А потом я открыл этот секрет. Я вам покажу, как это делается. Один из величайших секретов. Она просто брала, да сразу скажу, и копировала кусочки заумные из той же Википедии. Просто раз, пользуясь в свою цитату, готова, готова. А сама, а где ее мысли кончаются? А где начинаются стандартные мысли, которые противоречат нам, Латинковым? Итак, поехали. Утро доброе. Почему я сказал нам? Потому что у нас общее знание, у нас общий опыт, у нас общие выводы. Вот, и многое из чего мы пишем через эту самую, через тире, железо Латинков. Доброе утро, Юрий, вы большая умничка. Это она к нему. Ну, и это. Прочитала про транспозоны. Всё верно. Их всяко-разно называют. Ну, вы же поняли. В конечном итоге это тот самый мусор, который плавает вокруг ДНК. В конечном итоге. Вот. Ну, как мы эти мусоры использовали гениально, в том числе и Юрий. Итак, прочитала про транспозоны. Всё верно. И всяко-разно называют. Я так, гены-блокаторы для простоты понимания механизма действия. Вы в Москве бываете? В общем, чем хорош Латинков, тем, что он сделал с моей подачи. Ну, мы говорим о Латинкове как о личности. Я не могу не упустить ничего. Знакомство лет 12 назад, когда меня пригласили на эту самую, в Челябинск. Вот. Прошёл слух, Железов приехал. Вот. И ко мне пришло 15-20 человек местных авторитетов. Включая несколько было учёных, в том числе. Вот. Чем я горжусь. Общение было очень интересно. Но подружился только с Юрием. Так вот, именно тогда выяснилось, что мы всё одинаково, одинаково, одинаково понимаем. И вдруг, когда я выслушал этого гениального человека, Алексеевич, ты почему молчишь, как молчу? Где твои фильмы? Ну, ладно, там где-то публикация время. Где твои фильмы? Ты должен каждую это, подойти к каждому делу. Ты должен объяснить, почему здесь так, почему это, почему не похоже. Вот. Я его буквально чуть ли не отругал. И он начал снимать фильмы. Снимал, снимал, снимал. И, видимо, дошло до Ирины Серебряной никого. И потому что это же интернет. Он за границей не знает. Идём дальше. Она спрашивает в Москве, бывает, он уже заработал на авторитет, что, наверное, человек хотел встретиться с ним в Москве, Ирина. Итак, вдогонку она пишет. Лысенко баллится большой сволочью. Почувствуйте разницу деликатности двух этих собеседников. Большой сволочью. Научные споры нельзя выносить на стес КПСС. И он знал это. Вавилов был никакой не идиотом. Создал банк растений со всего мира, который сейчас пользуется весь мир. Вот. Ну, вы понимаете, что Лысенко большим уважением относится именно к нашу Латинкову. Вот. Мичурин. Это наша гордость. Но! Вот это но! Оно и остановило развитие науки. Но даже сторонники Лысенко знакомы лично с одним. Вот что говорят по сортам Мичурина. Он прививал на северный сорт, южный сорт почкой. Почка вымерзала, естественно. Внимание! Из почки рядом, не помню же выше или ниже, вырастала химера. Ветка с двумя наборами хромосом. А химеры в северных российских слоях нестойкие. Часто постепенно расхимерятся. Она права. Вавилов лично знал Мичурина, знал ход его работ, потому и говорил о химерах. Прав был Вавилов. Из 30 сортов яблонь Мичурина дошло до нас 34 сорт, остальные расхимерились. Сейчас я вам объясню, почему они расхимерились. А сам Лысенко вообще ничего не создал. Работал с хлопчатником сортами Шреддера. Если не ошибаюсь, коренист, сволочь. Вавилов умер тюрьме от дистрофии. С уважением Милина. Вот. Сейчас я чуть-чуть про это расхимеривание. Значит, есть способ, получив химеру, но с новыми качествами, надо всего лишь закрепить. Вспоминаем, есть такое понятие, как теория и практика Железова под названием «наслоение ментора». Я про это сейчас говорить не буду. Главное, что о чём говорят мои вот эти вот собеседники. Вот. И здесь ещё такое это... Ой, здесь было ещё одно слово. Да, Мечерин – наша гордость. Но послушаем, насколько деликатен Юрий Алексеевич. Доброе утро, Ирина. Прошу... А, вот, что я хотел ещё. Я обратил внимание. Ты знакома лично с одним из сторонников Лысенко. Значит, дама, Ирина, это из старшего поколения. Быть знакомым со сторонником Лысенко – это одно уговорить. То есть, видимо, современник Лысенко. Значит, она из этих самых, из тех, кто... Ну, пусть на стороне, ну, назовём их, например, генетиками. Вот. Но сам факт, что она знакома с сторонником Лысенко, о чём-то говорит. Вот. И вот деликатный ответ Латинкова. Доброе утро, Ирина. Прошу разрешение вынести как дискуссию на сайт Железова ВК в гостевую. Там и отвечу. Тема очень актуальная. Касается нас всех, а не просто кого-то лично. Сайт Железова мягкий, порядочный и очень познавательный. Да, вот были времена. Какие там, как эти, сверкали молнии. Какие дискуссии были. И ведь учёные не чурались тогда. Ну, вот и это. Он приглашает Ирину на мой сайт. Добрый вечер, Ирина. Изучил вашу статью. Недолюбливаю высокопарные термины, когда ими пользуюсь. Я о статьях. Это признак незнания темы или попытка навести тень на плетень. Вот. Вопрос о том, какова роль МГЭ, полагаю, те же транспозоны, являются ли они паразитами или выполняют ряд важнейших функций генома, до сих пор не решён. Это официально не решён. Официально. Вы поняли, почему я вспомнил о том, что сейчас на коне наш современник Максим Никитин. Вот. Поняли, да? Так вот, смотрите. Я, значит, расшифровываю, что такое МГЭ. Вот. Какие бы они были бы продвинутые, те, кто ещё не отключил этот ролик, самые продвинутые. Ну, давайте расшифруем. Итак, МГЭ – мобильные генетические элементы. Это последовательности ДНК, которые могут перемещаться внутри генома. В составе МГЭ входят транспозоны, ретро-транспозоны, или РНК-транспозоны, ДНК-транспозоны, инфекционная Википедия. Вы понимаете, всё висело в воздухе, пока вдруг всё это открытие не присвоили этому. Молодому учёному. Он правильно это заслужил. Вот. Дальше продолжается переписка. Вот. В данном случае, кто говорит? В данном случае говорит Латинков. Мобильные элементы долгое время рассматривались как представители так называемой эгоистичной ДНК. Ну, то, что в современнике называют мусором. Перед которой единственная цель размножиться в геноме – паразитировать на нём. Эта точка зрения предполагает, что геном вынужден бороться с эгоистической ДНК и ограничить все размножения. Так. Я теперь, раз уже появилась новая личность, да, вот, которая фактически на нашей стороне, хотя, может, этого и не знает. Вот. Всё вот это открытие, которое сделал Никитин, доказал, что это не мусор. А эта, ну, как бы весело в воздухе. Он пришёл даже поздно. Лучше бы до времена Мичурина было. Вы бы знаете, где все были? Такие сады были бы не единичные, как у меня или у этого, у Латинкова. А у ОООО вся страна бы уже была, покрылась то, что презрением называют химерой. Максим Никитин, это я цитирую теперь интернет, Максим Никитин экспериментально доказал, что ДНК может хоронить, передать информацию за счёт слабо афинных взаимодействий, которые реализуются, если молекулы имеют низкое сродство друг к другу. Так. Также он показал, что короткая ДНК может регулировать работу гена, даже если не комплиментарно ему. новое природное явление автор феномена называл молекулярной коммутацией. Вот. А дальше вот это я выделил. Это именно, даже не я выделил, а по Латинкову выделил. Если прислушаться к Горяеву, волновая генетика, судья и распорядитель, интеллектуальный ДНК хозяина. Значит, давайте сейчас так, Горяев это был бы четвёртый участник, если, или пятый, если третий это Никитин, четвёртый железо, пока оставим, наверное, его покоя. В то же время не лишены представления о том, что естественному отбору подвергаются не только хозяйственные гены, но и эгоистичная ДНК. Нельзя исключить, что в результате естественного отбора представителей паразитической ДНК будут использованы для нужд генома. Будут использованы, вы представляете, мы его используем уже с тех пор, как привычный нож появился. Если появятся полезные функции этих эгоистических фрагментов ДНК, такое предположение начинает получать подтверждение. Вот. Известно, что транспозоны млекопитающих гиперметаллизированные в зародышевых клетках и на самых ранних стадиях также способны транспозиции и гиперметаллизированные в соматических клетках, где и не происходит экспрессия и мобилизация. Вот. В целом же металлизация в контроле транспозиции остаётся неясной. Теперь смотрите, как мы будем с вами разбираться. Вот этот кусочек принадлежит Даммель, а вот что синим помечено, наука блогового паразоля, это как бы реакция Латинкова. Смотрите, попробуем тут копировать. Вы видите, сколько здесь таких транспозиции, гиперметаллизированные в соматических клетках, экспрессия. Вы всё поняли? Вот. Я не знаю, зачем это было сделано. Смотрим сюда. Прям берём Яндексе и вставляем. Вставить. Выдели. Искать Яндексе. Я просто проситировал. Так. Вот она, МГЭ. Так. Мне тут, к сожалению, ой, тут долго искал. Так, ладно, попробуем мы найти другой кусочек. Здесь про МГЭ, но здесь чтобы посмотреть, нам придётся полдня потерять, чтобы найти этот кусочек. Давайте смотрим здесь. Мобильные генетические элементы и дестабилизация генома. Некоторые МГЭ, обладая способностью вызывать гибридный дисгенез. А вот. Давайте здесь попробуем. Я всегда когда вижу слова, которые вот зачем было ей, это в дискуссиях, в дискуссиях с одного там опытником, металлургом, вот это было, вот эти, дисгенез, скрещивание, гибридный дисгенез, вот, зачем это было сделано? Давайте вот этот кусочек поищем в Яндексе. Давайте, 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 давайте. Яндекс. Вот оно. Видите, что получается? В некоторых работах показано, что дисгенез, скрещивание могут, вот, и так далее. вызывать гибридный дисгенез, могут вызывать процессы, ну, еще раз, чтобы не сомневаться, нет, ну, вы уже поняли, один к одному, некоторых работах показывается, дисгенез, скрещивание могут вызывать, залезли в интернет, так, некоторые показывают, что они могут вызывать процессы длительной дестабилизации, и читаем тут, дестабилизация генома. Итак, дама, которая, трудно было спорить с нашим народным гением Юрием Латинковым, взяла на помощь научные работы с десятками, вы знаете, что мне сейчас придется это все пропустить, посмотрите, хромосомные перестройки, аномальная рекомбинация, там, сонная активность, соматические транпозиции, не стоято самое, вот, вот это, вот попробуйте, я уже не буду дальше искать в интернете, зачем она переписку с Латинковым вот это все вставила, вот, когда речь шла именно о практике, вы понимаете, вот это я считаю запрещенный прием, ей противопоставить было нечего, вот то, что я сейчас выделил, понять это, вот сейчас, если посадить 10 академиков, у них же есть еще своя специализация, и своя спецификация, это значит, из 10, 9 или 10, даже не поймет тоже, о чем идет речь, зачем она взяла научную работу, вот это, вот смотрите внимательно, глядите, любуйтесь, как можно было это ставить в эту, это запрещенный прием, а, Ирина, если вдруг все-таки когда-то и вы прочтете, послушайте мой фильм, я сейчас усоронил Латинкова, четко, понятно, вот, распозоны, все понятно, потом пойдет еще горизонтальный перенос, потом пойдет вегативная гибридизация железо и пошло, поехало, вот, вы понимаете, Ирина, это запрещенный прием, вот это вот, это не то, что вы хотите ему привести, вы просто издевались над человеком, издевались, ну, вот это, зачем было вставлять дискуссию, а сказать зачем, а вам из вооружения крыть нечем, ну, Алексеевич не растерялся, про чем вот это вот и написал, ну, это полное подтверждение того, что блуждающие гены трансмозоны полноправно в течение десятков поколений участвуют в процессе деления, разложения, полностью входит в структуру ДНК хозяина, ну, так скажите мне на милость, кто открыл, тот, кого молодой ученый, снимай перед ним шляпу, у него доказательства, но мы своей работой вот это доказали, вот это вот, полное подтверждение того, что блуждающие гены трансмозоны полноправно в течение десятков поколений участвуют, участвуют, не мусор, в процессе деления, размножения, полностью входят в структуру ДНК хозяина, посмотрите, сколько я в 80 закуп поставил, что мы будем делать дальше, это его вставка, да, вы поняли, вот, ну, как сказать, вот, например, кто-то впервые, ну, не будем вникать в фамилии, кто-то впервые, у них все так проходили, что умудрялись, зная, что солнце крутится вокруг земли, так, умудрялись при этом, глядя на небо, делать сложнейшие астрономические вычисления, даже предсказывать появление этих самых таких явлений, таких видимых на звездном небе, понимаете, вот, например, хамед, а солнце вокруг земли крутилось, в университетах средневековых это проходило, кто не согласен на костер было, так вот, значит, потом оказалось, что земля вертится вокруг солнца, вот, теперь, ну, сразу все стало понятно, сказал вертится, значит, вертится, признала наука, так признайте ради бога, что Латинков вот это вот, раньше этого самого, Никитина, вот это вот, вот оно, вот оно, вот оно, ну, а дальше что, ну, а дальше она заканчивает опять, вот это вот, опять, вот, МГ, ходу, транспозиционная активность, Y производных, после серии последует скрещивание, так, смотрите дальше, а то отключитесь, доброе утро, Юрий, вы большая умничка, прочитала про транспозицию, все верно, и всяко-разно называйте, это гены, блокаторы, для просты понимания, а, простите, это как-то получилось, тут я не виноват, это фактически повтор, вот мы говорили, говорили, а это все сначала пошло, что лысенко сволочь, вот, вот, но, не все, это, видимо, было сделано специально, чтобы не потерять нить, ну, не будем про лысенко сволочь, вот смотрите, отсюда, повтор был сделан специально, чтобы легче было нить не потерять, и так, про расхемеливание, вы уже знаете, и дальше, вот теперь, это уже другое, знаете, почему, это Латинков, почему происходит расхемеливание, потому что свойства прививки или транспозоны, или бурздающие гены по МакКлинток в 100 мм зоне, я это давно на практике увидел, они в первом поколении микроскопичные, то есть, это первая ступень микроизменений, а почему их не усилив, среза две ближние почки к подвою, получил наслоение микроизменений первое, третье, третье поколение, по сути, мент по Мичурину, и последнее, чтобы не произошло расхемеливание, надо перенести окончательный материал на подвой, высокомарно-настойкой полукультурки, дабы подвой своей древней генетикой не развалил достигнутый прогресс на слое микроизменений, а дальше из четвертых летнего полуношения закрепление свойств. Ну, да, давайте читать все подряд. Ничего лишнего не бывает. Да, сам Лусенко вообще ничего не создал. Вот, работал с лопчатником сортами шредера, корюрюс сволочь. Так, прошу прощения. Алло, Железов слушает. Так, банки не отстают. Все так они хотят, чтобы я у них деньги взял. Просто удивляюсь. Дальше пошел повтор. Вот это вот новое а дальше пусть это повтор. Вот. Вавилова жалко, а Лусенко идет другая информация. Трудился, имеет наработки. Это, видите, за него заступился Юрий Латинков. Вот. Теперь попробуйте сообразить, чей это текст Юрия или Ирины. Посмотрим. Не знаю, что там высокопарного. Тема новая. Гены, блокадеры независимо друг от друга открыли сразу несколько генетиков и дали им свои названия. Практически интересно то, что они меняют свое место на ДНК и, внимание, могут концентрироваться в определенных местах, подавлять опухолевые клетки. Их работа связана с иммунитетом и там онкологии ими больше всего интересуются. С одной стороны облучение вызывает сбои в их работе, всплеск мутации, с другой стороны определенная доза радиации убивает аномальные раковые клетки. Вероятно, все дело в дозе облучения, поскольку эти гены мигрируют, их нелегко обнаружить, возможно, они получаются из вируса, возможно, вирусы из них. Все очень сложно, так как мы не понимаем сам механизм развития. Где закодирована последовательность того, что по перемену включается то генера роста корня, то генера роста стебля, то боковых веток. Кто дает? Интересно письмо, только я сейчас еще пытаюсь понять. Ирина или Юрий. Кто нас команду дает спать зимой, просыпаться весной? Почему птицы влетают на юг без вожака сами? Как образуется генетическая память вообще где она записана? Есть Бог или наша планета имеет собственный разум? Все великие ученые задавались этим вопросом. Есть периоды существования нашей планеты, эпохи перемен, когда все процессы мутирования вырастают сотни и тысячи раз. То ли радиация, то ли смещение магнитных полюсов, то ли солнечная активность играет роль, ой, вопрос на руках. Но мы сейчас в этой эпохе живем и все быстро на глазах меняемся. С уважением Ирина. Поздравляю, Ирина. Вот этот я вас покритиковал, потому что вы включили, считаю, запрещенный прием применили к сановоду, практику, металлургу. Сотня непереводимых терминов. Это было нечестно. А вот это я наслаждаюсь вот то, что вы раковые клетки, про облучение, вот, про то, что вы, ну, одни вопросы, одни вопросы, вот, мы пытаемся на них каждый по-своему, вот, действительно, жизнь настолько сложна, практически все доблески говорят и верят Бога. Стоит только копнуть глубже немыслимые, необъяснимые вещи, которые, это, из которых состоит наша жизнь. Вот здесь вы умница, вот здесь великолепно, вот то, что вы вот это сейчас вопросы задавали, пусть это вопросы, не ответы, но это меняет вас в моих глазах, вы умница. А теперь Латинко. Добрый вечер, Ирина, вы меня несколько не услышали. Вот. Что же там делать-то? Наверное, это будет первая серия, потому что после такого длинного монолога моего просто-напросто могут люди недосматривать. Давайте так, я останавливаюсь, назовем это первая серия. Так. Вот как будем называть на самом деле, то ли Гения Мичурина, то ли, значит, напишу я научные споры, никто сюда и заглядывать не будет, надо какое-то подброское название, подумаю. Всё, друзья, первая серия закончена, а знаете почему? Посмотрите, что впереди. Впереди вегетативная гибридизация, тут уж без Железова не обойдётесь. Вот. Самородки типа Железова в расчёт не берутся, два-три человека погоды в стране не сделают. Правда, их ярый союзик, наверное, даже точно с ними в одном охопе. вот. Вегетативная гибридизация, направление Железа уникального, пока он ещё жив. Это пока, слава богу, я жив. Ну, тогда давайте вторую серию, раз я жив. Фух, волнуюсь и отключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok